Сейчас укропы ликуют, они, сука, отмоются кровью. Я хочу сказать то, что все, кто здесь присутствует, ребята, которые, вся армия наша, поддерживает вас. Мы знаем, что вы сделали, вам не рад. Я выражаться не буду с вами, я скажу прямо. И поэтому, ребята, добьем этого врага в их логово и погоним натовцев, которые не там боялись против нас. Били и будем бить. И почтим память тех ребят, которые погибли в огне рай и погибли. Евгений Пригожин, который является для нас всех первым полководцем специальной военной операции. Войны с Украиной, Россией. Наши пацаны, что ли говорят там? Мы не лохи, мы не черти. Мы поедем все. И будем защищать Россию. Вы же мобилизация? Вы готовы воевать? Я завтра уезжаю. Куда? В какой город? В Украину. Какая разница? Я за Россию. Мы поедем все. И будем защищать Россию. Николай. Сын Дмитрий Песков. Олег. Здравствуйте, Николай. Это кто? Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Могу. Добрый день. Да, давайте не будем швырять трубки, как это вы сделали в прошлый раз. Значит, Николай, вопрос. А зачем вы мне звоните? Еще мне говорите, подождите. Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги. И на бумаге она к вам приходила. И вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить. И завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. Вы, это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Как бы, если мне надо понимать, что и как надо правильно сделать. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. Мы все видим, какой, ну это называется, политический консенсус. Ну какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна. Его поддерживает молодежь. Его поддерживают все поколения в нашей стране. Я сама работаю в бюджетной сфере. Нам срезали зарплаты. И с сентября месяца мне теперь не одобрили пособие. Видала я эту войну. Мне жить не на что. Работаем. Каждый день на поле битвы. Уже тысячи уничтоженных байрактаров. Я старалась, вы слышали. У этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Ты понимаешь? Ну я точно не могла себе представить, что их там столько. Что это, ну просто, явление, это основная вообще сила действующей Украины. Именно сила в плане force, как вот это сказать по-русски, Майкл. Военные силы. Вот она такая. Ну я тоже думала, что это группировки. Да, власть с ними заигрывает. Да, власть ставит памятники, там, Бандера, праздники. В школах объясняет. Ну не может же быть, что наш народ, наш, который вместе с нами воевал с нацизмом, и вдруг у них так много их стало. Пожалуйста, пожалуйста. Ну это как минимум десятки тысяч людей, это только те вооруженные люди, которые это делают, которых мы по телевизору видим. Вы что, не видите, что они делают в Украине? И я думаю, что первая причина их тактики странной, их странной стратегии, это прежде всего, конечно же, слабоумие. Это прежде всего, неумение просчитать следующий элементарный шаг, неумение собрать информацию, неумение, трагическое неумение знать, с кем они, идиоты, связались. Они доверяют докладам паркетных, тупых, стократно продавшихся шарпунов, которые приносят к Кремлю только те сведения, которые ему угодно будет прочитать. То есть они не умеют работать ни с информацией, ни считать последствия, ни понимать результатов своих действий. Мы все равно с вами, говоря о Кремле, говорим о сборище слабоумных, неразвитых интеллектуальных людей. В качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Зменины и вывели находившийся там гарнизон. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. Все. Грустная ситуация. Александр Глебович, недавно нам дали определение, что такое пятая колонна властимущей людей. Вот как недавно еще стало известно, это еще и те, кто слушают Александра Невзорова и Владимир Путин. Он уже после начала военных действий выступил с заявлением, он сказал, что русский народ сможет отличить истинного патриота от подонка и предателя. Если нам все дефиниции подонка и предателя уже даны, то кто такой этот истинный патриот, что он из себя представляет в их понимании? Это особый сорт, особый вид людей, смертельно запуганных, крайне неразвитых, готовых с лопатой власти жрать не только блины, но и любые небылицы. Сейчас они вдохновляются тем, что их боится весь мир, как они думают, тем, что они сейчас в состоянии изменить соотношение сил на планете, навести новый геополитический порядок. Вот они вот этот весь бред воспринимают всерьезно, и более того, каждый из них воспринимает себя как молекулу, составную часть, некой свирепую, угрожающей всему человечеству силы. Никто из них не задумывается, поверьте, ни о последствиях для себя лично, ни о последствиях для этой несчастной страны под названием России. Это какие-то поколения удивительно славоумных людей, удивительно неразвитых. Работаем каждый день на поле битвы, уже тысячи уничтоженных байрактаров. Что делать тем, кто не считает себя путинским, но считает себя причастным, скажем так, России к этой стране? Ну что делать, что делать? Бежать, конечно, потому что рано или поздно каждый из них проколется. Рано или поздно каждый из них получит донос на себя. И если в этом доносе даже не будет указано какое-то конкретное с точки зрения путинизма правонарушение, в виде там упоминания о какой-нибудь фейковой пустяковине из интернета, то там будет упоминание о том, что они недостаточно низко кланялись портрету Путина. Они недостаточно громко орали, если вообще орали, выкрикивая букву «З» или букву «В». Они не приклеили на свои автомобили. Поймите, диктатура неостановима. У диктатуры нету тормозов. У нее нет другого способа выживания. Кратковременного, но выживания в природе, кроме как неостановимый собственный диктаторственный рост и прогресс. Никому не будет нормальной жизни, ни одному нормальному человеку нельзя ничего гарантировать. Он все равно либо проколется, либо станет жертвой доноса. Проводится специальная военная операция по денофицификации. Попробуйте, дилемитизируйте весь Запад. Демилитаризуйте. Попробуйте, дилемитаризуйте весь Запад. Мы не можем дилемитаризовать. Мы даже выговорить не можем. Мы демилитаризируем. Александр Глебович, вы говорите, что диктатуру не остановить. То есть она в каком-то направлении все-таки додвижется сейчас. И насчет, скажем, точки невозврата, к которой она в свою очередь придет. Вчера стало известно, New York Times сообщили, что президент США Джо Байден собрал команду, которая занимается разработкой планов действий и случаев, если Россия применит ядерное, биологическое или химическое оружие. Какова вероятность, что этот план придется реализовать, на ваш взгляд? На мой взгляд, вот так вот не конкретизируя и не размазывая здесь мысли, могу сказать, что это достаточно высокая вероятность. Не забывайте, что то, что сейчас собирается делать Байден, это дорогое мероприятие, это серьезный поступок, это концентрация особых специалистов, которая обойдется недешево, вероятно, Соединенным Штатам. И просто так, скажем так, по легкому подозрению, никто бы не позволил Байдену, да и у него, в общем, хватает, как выясняется, профессионализма, этим делом заниматься. Я подозреваю, что угроза реальная. Мы просто культурные, интеллигентные, мирные люди, понимаете? Мы мирные люди. Мы самая сильная, могучая, самая добрая в мире страна. Хотелось бы, чтобы вся Украина была наша, но, видимо, не будет. Видимо, пол-Украины будет наша.